В чем разница между ВИЧ и СПИД? ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Вирус – мельчайший примитивный организм-паразит. Он живет и размножается в клетках других организмов. Иммунодефицит – потеря организмом способности сопротивляться инфекциям. ВИЧ – это означает, что ВИЧ живет только в организме человека. ВИЧ вызывает заболевание, которое называется ВИЧ-инфекция. Последняя стадия развития этой болезни – СПИД. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром – это признаки определенного заболевания. Приобретенного – это значит не врожденного, а приобретенного в результате заражения ВИЧ-инфекцией. Иммунодефицит – это, как мы уже знаем, потеря организмом способности сопротивляться инфекциям. Необходимо четко понимать – нет заболевания СПИД, есть заболевание ВИЧ-инфекция. И последняя стадия ВИЧ-инфекции называется СПИД. Откуда взялся ВИЧ? Точного ответа на этот вопрос нет. Зато есть много гипотез. Первый. ВИЧ существовал давно, но в результате экологических и техногенных катастроф серьезно мутировал и стал агрессивен по отношению к человеку. Вторая гипотеза. Носителями опасного микроорганизма сначала были зеленые мартышки. Но каким-то образом вирус передался от них к людям. Третья гипотеза. Вирус появился случайно. Ученые пытались создать лекарства от рака, а получили ВИЧ. Эксперимент вышел из-под контроля, и вирус заразил человека. По другой версии, ВИЧ – это биологическое оружие времен Холодной войны. Его специально изобрели в секретных лабораториях КГБ или ЦРУ. Другие считают, что вирус – это происки внеземных цивилизаций. И, наконец, есть мнение, что ВИЧ – это кара божья. В основном споры идут вокруг первых двух гипотез. Обе сходятся в том, что вирус живет на Земле уже давно. Но вот попал ли он к людям от зеленых мартышек или как-то иначе – ученым еще предстоит выяснить. А теперь об истории заболевания. 1978 год. Несколько пациентов в США и Швеции обращаются к врачам с симптомами болезни, которую в будущем назовут ВИЧ-инфекцией. 1982. Появляется термин СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Ученые подозревают, что новое заболевание связано с кровью. Но причины болезни и пути передачи еще неизвестны. 1983. Француз Люк Монтанье из Института Пастера открыл вирус иммунодефицита человека – ВИЧ, который и вызывает СПИД. 1985 год. Ученым удается выяснить – вирус передается только через кровь, сперму, вагинальный секрет и материнское молоко. Появились первые тесты на ВИЧ. 1987. В России зарегистрирован первый случай заболевания ВИЧ-инфекцией. В 1990-м в России создаются центры по лечению и профилактике ВИЧ-инфекций. 1991. Профессиональный баскетболист Мэйджик Джонсон одним из первых признался – «Я ВИЧ-инфицирован». От СПИДа умирает культовый музыкант Фредди Меркьюри, лидер группы «Квин». 1995-й. В России вступает в силу федеральный закон о предотвращении распространения ВИЧ-инфекции. В этом же году в нашей стране официально зарегистрировано 1200 человек, пораженных вирусом иммунодефицита. 1996-й. ВИЧ попадает в среду наркоманов. Число больных стремительно растет за год в 6 раз – 7800 человек. В 2001-м в России объявляют о начале эпидемии. В стране зарегистрировано более 150 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Конец 2008-го года. В нашей стране официально более 480 тысяч ВИЧ-инфицированных. Каждый день в России ВИЧ заражается около 100 человек. Сегодня уже ясно, что ВИЧ-инфекция не выбирает по полу, социальному положению, национальным или сексуальным признакам. Болезнь есть, и сейчас нам необходимо научиться жить в мире, где существует эта проблема. Что представляет из себя вирус? Как он внедряется в организм человека и разрушает его иммунную систему? Иммунная система человека – это армия клеток, которые стоят на страже нашего здоровья. Они отражают атаки бактерий, паразитов и вирусов на организм. В этой армии несколько подразделений. Т-лимфоциты – это командный пункт иммунной системы. Их еще называют клетками-помощниками. Они первыми замечают вредоносные вирусы и бактерии и отдают приказ подразделениям защитных войск атаковать. Б-клетки – служба внутренней безопасности. В ответ на приказ Т-лимфоцитов они начинают метить чужеродные микроорганизмы антителами – особым белком, который помогает распознать вирус. Клетки-убийцы – спецназ иммунной системы. Они напрямую уничтожают болезнетворные организмы из внешней среды. Вся проблема в том, что именно Т-лимфоцит – главная мишень ВИЧ. Захваченные вирусом клетки-помощники не могут больше отдавать приказы защитным подразделениям. Иммунная система ослабевает. Б-клетки не метят опасные микроорганизмы, а клетки-убийцы не уничтожают их. Организм становится уязвимым для возбудителей любых инфекций, большинство из которых при нормальной работе Т-лимфоцитов не опасны. Но теперь ничто не мешает развитию болезни – воспалению легких, раку кожи, грибковым заболеваниям. Через несколько лет это приведет к последней стадии ВИЧ-инфекции – СПИДу. Для того, чтобы понять, почему ВИЧ выбирает именно Т-лимфоциты, рассмотрим строение вируса. Оно достаточно примитивно. Наружная капсула, поверхность которой покрыта белками. С их помощью вирус находит Т-лимфоциты и прикрепляется к ним. Внутри – генетическая программа вируса и ферменты, необходимые ему для размножения. ВИЧ – паразит. Он не может размножаться самостоятельно и использует для этого клетку человека Т-лимфоцит. Своими рецепторами, как отмычкой, вирус открывает клетку. Их оболочки склеиваются, и ВИЧ попадает внутрь. Затем вирус проникает в ядро клетки. Здесь ВИЧ запускает свой генетический код. Теперь Т-лимфоцит запрограммирован на производство вируса. Подчиняясь приказам, клетка начинает создавать отдельные компоненты ВИЧ. Внутри Т-лимфоцита происходит и предварительная грубая сборка нового вируса. Затем ВИЧ отпочковывается от Т-лимфоцита. Новый вирус готов поражать другие клетки иммунной системы. Процесс размножения ВИЧ настолько истощает Т-лимфоцит, что он погибает. Чем больше вирус уничтожает Т-лимфоцитов, тем слабее становится армия, защищающая наш организм. И быстрее развивается ВИЧ-инфекция. У болезни есть несколько стадий. На первой вирус проникает в человека, и пока иммунная система не начала активно сопротивляться, ВИЧ быстро размножается, поражая клетки, отвечающие за иммунитет. На второй стадии иммунная система активно борется против ВИЧ. Организм успевает восполнять потери, но работает на пределе. На третьей самочувствие еще нормальное, но начинаются сбои. Иммунная система уже не может производить достаточное число клеток защитников. Их становится все меньше. Вместе эти три стадии могут длиться от 5 до 12 лет. Когда число защитников достигает критически низкого уровня, у человека развивается СПИД – последняя стадия ВИЧ-инфекции. В среднем она длится от года до 3 лет. Если вовремя не начать лечение, человек умрет. Противовирусные препараты не дают ВИЧ размножаться. Часть из них мешают вирусу проникнуть в клетку. Другие не дают вирусу изменить генетическую информацию Т-лимфоцита. А третьи препятствуют сборке новых вирусов. Каждый препарат прерывает конкретный процесс. Поэтому схема лечения составляется из 3-4 разных медикаментов. Вот так выглядит месячная доза препаратов, которые принимает ВИЧ-инфицированный человек, чтобы не допустить развития СПИДа. Пути передачи ВИЧ хорошо изучены наукой. Во-первых, вирус может попасть к человеку при контакте «кровь-кровь». Это происходит, когда используют нестерильные медицинские инструменты, такие как скальпели и шприцы. Переливают непроверенную кровь. Но чаще всего заражение происходит через иглу при употреблении наркотиков. Риск заражения ВИЧ есть и при использовании чужих предметов личной гигиены – бритвы, зубной щетки, маникюрных принадлежностей. Во-вторых, ВИЧ передается при незащищенном половом контакте. Вирус проникает внутрь организма через слизистую и открытые ранки на коже. Через здоровую, неповрежденную кожу вирус проникнуть не может. В-третьих, ВИЧ может передаться от матери ребенку во время родов или в период грудного вскармливания. Но даже у инфицированной женщины могут родиться здоровые дети. При правильном лечении матери риск передачи вируса ребенку не превышает 2-3%. Другие жидкости человеческого организма – слюна, плод, слезы – не опасны. Вирус может там находиться, но в очень малом количестве. Например, для того, чтобы заразиться от человека через слюну, ее понадобится 3 литра. Пота – целая ванна, а слез – бассейн. Так что целоваться безопасно. ВИЧ не передается, если пожать руку инфицированному человеку или обнять его, потому что неповрежденная кожа – непреодолимый барьер для вируса. ВИЧ не передается через полотенца, одежду, постельное белье. Вирус быстро погибает во внешней среде. Невозможно заразиться ВИЧ в бассейне, сауне, в ванной. За 25 лет эпидемии ВИЧ не передался ни в маникюрном салоне, ни у стоматолога. Это говорит о том, что практического риска передачи вируса нет. Но если инструменты не дезинфицируются, есть вероятность заразиться другими не менее опасными болезнями, например, вирусными гепатитами В и С. А теперь рейтинг мифов о ВИЧ. Самое популярное заблуждение – комары переносят вирус. Если бы кровососущие насекомые переносили вирус, то сейчас почти все население Земли было бы заражено ВИЧ-инфекцией. Этого не происходит, потому что… Во-первых, ВИЧ может жить и размножаться только в человеческом организме. Во-вторых, ученые доказали – на хоботке комара не сможет уместиться количество вируса, достаточное для заражения. Самый зловещий миф. ВИЧ-террористы нападают в автобусах и колют зараженными играми. Этот миф возник еще в самом начале эпидемии, но за 15 лет официальная медицина России не зафиксировала ни одного подобного факта. Даже если представить эту ситуацию, стоит помнить. Первое – вирус быстро погибает во внешней среде. Второе – при таком внутримышечном уколе количество вируса не хватит для заражения. Самый нелепый миф. Инфицированный ребенок может укусить здорового и заразить. Поэтому им нельзя вместе посещать детский сад или школу. В истории вируса иммунодефицита человека не отмечено ни одного случая заражения таким путем. Для тех, кто сомневается, задайте себе вопрос, как часто дети кусают вас до крови. И вспомните, сколько нужно слюны для передачи ВИЧ. Итак, напомню. ВИЧ передается только через кровь, половым путем, от матери ребенка во время родов или грудного вскармливания. Других путей передачи ВИЧ нет. Соблюдая простые правила профилактики, можно сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Не употребляйте наркотики. В этом случае у вас появится много сложных проблем, в том числе гепатиты и ВИЧ-инфекции. Общие шприцы, иглы и посуды для приготовления наркотиков создают высокий риск. Заразиться может как наркоман со стажем, так и тот, кто впервые попробовал уколоться. При нанесении татуировок необходимо использовать одноразовые или простерилизованные инструменты. Алкоголь, трава, таблетки сами по себе не приводят к заражению ВИЧ, но под их влиянием человек теряет контроль и риск заражения половым путем возрастает. Чем больше половых партнеров, тем выше вероятность заражения. Однако заразиться ВИЧ-инфекцией можно и от одного единственного партнера, если он инфицирован, а вы не пользуетесь презервативами. По внешнему виду нельзя понять, болен человек ВИЧ-инфекцией или нет. Узнать это можно только в лаборатории по анализу крови. Но первое время после заражения тест не сможет определить заболевание. Этот период называется периодом окна и длится до шести месяцев. Поэтому самый точный результат можно получить только через полгода после опасного контакта. Пройти тест легко. Это можно сделать бесплатно в СПИД-центрах или поликлиниках. Информация о результатах исследования конфиденциальна. То есть, если человек старше 15 лет, то ее сообщат только пациенту и никому другому. Пройти тест можно и анонимно, не предъявляя паспорт. В этом случае стоит заранее предупредить медперсонал. Продолжение следует...